Только что вышел фильм, который я ожидал с прошлого года, наконец-то он появился в цифровом виде. Он называется «Бокуро, но я оке», то есть «Наш рассвет», буквально английское название «Break of Dawn». Ну просто рассвет. Ну начало рассвета, да. Брейк это, по-моему, самое начало, да? Вот как раз заря, такая ранняя заря. Вначале как раз и про сюжет, без особых спойлеров, ну не толще, чем в трейлерах. И дальше я про него немножко расскажу. То есть довольно-таки далекое будущее. 2038 год в Манге и аж 2049 год в аниме. То есть была Манга, она была 11 лет назад, вот как раз по ней сделали аниме сейчас. Расскажу попозже. В старой-старой четырехэтажке хрущевки, данчи такие, да, вот у них. У нас хрущевки, у них данчи. Ну у нас пяти, у Японии больше четырех. Павловича Дамама, это Людин. Да, живет с родителями мальчик Юма Саватари, ученик четвертого класса. Он фанатеет от всяких космических тем, и как и извят его одноклассники, это единственное в изложении чего он не запутывается. Ну а поскольку это все-таки будущее, у людей есть личные персональные помощники. Роботы-автоботы. Только не те, которые трансформеры и бьются с десептиконами, а просто такие. Просто автоботы. Марка такая у них. Автобот она называется. Ну робот автоматический. В целом же жизнь, похоже, не очень поменялась. По телевизору новости. Дети ходят в школу, данчи стоят себе, несмотря на 2049 год. Мальчик Юма такой увлеченный техникой и будущим. Нормальный такой пансан. Родители ему даже вот купили автобота. Радости была куча. Прозвали ее Нанако, то есть семерочка. Только вот несмотря ни на что, отношения у Юмы и Нанако ни в какой не складываются. Дело в том, что он ее откровенно ненавидит. Ну, во-первых, за то, что девчонка, пусть даже железная. Каждый мальчишка в четвертом классе знает, что девчонки ни на что не годятся. И за то, что по заданию мамы следит за Юмой повсюду. И за то, что постоянно читает нотации. Так что зреет такой небольшой семейный конфликт. А в школе будущего интересные состязания, например, проходят по такой протокосмической программе. Запустить бутылочную ракету. То есть накачать наполовину заполненную бутыль насосом. Поднять ее в воздух дрона. И пилотировать его на посадку в нужном месте. То есть внутри такая верхняя ступень. Там все это запускается. Вот открывается специально рассчитанное место. Емкость, не емкость. Ну, короче, вторая ступень. И оттуда высаживается дрон. Его надо посадить на точное место по площадке. То есть это такое-то тренировка посадки, высадки на другую планету получается. И так что у Юмы есть друзья. Есть скоро лето, каникулы. И вот только вот конфликт с Нанак дома вообще прорывается. И он даже, между прочим, психует и даже бьет ее. Там есть момент такой. Прямо вот настолько она его достала, что он прямо с ней подрался. То есть в аниме, причем это не очень выразительный кадр. А вот в манке прямо вот так очень хорошо выглядит. Дышь. И, кстати, Нанака, между прочим, честно пытается ему помочь. Это не очень видно в аниме. Но как раз вот в манке Нанака говорит, что вполне может накопить и делиться массой интересных фактов про космос. Там, если уж тебе так интересно про космос, могу тебе рассказать кучу всего про космос. А делиться-то есть чем, потому что весь мир и, конечно же, классы, собственно, 4-классника Юмы. Это 4-й класс младшей школы, там 6 лет учатся. То есть это 10-11 лет, вот где-то так, чуть-чуть, может быть, старше. Да и весь район, в котором они живут, собирается наблюдать яркую комету, которая прилетает лишь раз в 27 лет. Зовут ее SH3 Арвил или SH3 Арвил. Вот имя человека астронома, который ее открыл, а вдвойное имя, потому что независимо от него эту комету открыл спутник. Вот этот с искусственным интеллектом, кстати, опять привет предыдущим моим новостям, SH3. Еще из интересных фактов то, что нынешние автоботы как раз построены на базе системы интеллекта SH3. Потому что спутнику уже 30 лет базовая система интеллекта выросла как раз с того самого запущенного еще на спутнике, чтобы он удачно мог проводить астрономические исследования. И вот в этот момент, когда нам рассказывают про всякие интересные астрономические факты, которые едва начинают проявлять интерес юмор, с грохотом надзвич падает на пол. Сбой, перезапуск системы. Вообще автоботы считаются очень надежными. Ну, в космосе работают, что называется. Изначально, то есть, сам софт должен быть такой многослойной защитой и системой апдейтов. Они не умеют врать, это прямо подчеркивается. И в случае какого-нибудь сбоя система сбрасывается и восстанавливается из бэкапа. Так и тут. Нанока перезапускается. И вроде бы все в порядке. Но по дороге домой, она, собственно, прилетала к мальчишкам в гости, чтобы позвать мальчика обедать. Она снова падает в обморок. И перезапускается уже сама не своя. То есть, буквально, у нее какой-то незнакомый интерфейс. Она на него смотрит и куда-то летит. В конечном счете, если не брать подробности, они оказываются в таком... В общем, бегут мальчишки за незнакомым этим интерфейсом к закрытому уже на слом дому и корпусу Danchi. И они там забираются на крышу. И интерфейс внезапно... Вот у них вот они забираются. Там, кстати, очень характерно. У Danchi люки круглые почему-то на крышу были всегда. И где интерфейс внезапно спрашивает у мальчишек, какая нынешняя дата и год. Рассказывает, что он часть разума межзвездного зонда с планеты по имени Источник Радуги, который путешествовал по космосу 12 тысяч лет, но что-то пошло не так. И вот это Источник Радуги. То есть, есть вот конец Радуг, да, вот у Вернона Винджа повесть. А это Источник Радуги. И он путешествовал по космосу 12 тысяч лет, но что-то пошло не так. И тут явно замешан еще и спутник вот этот SH-3. В качестве аргументации он показывает несколько чудес ребятам, естественно. То есть, таких, ну, технических чудес, конечно же. То есть, это все-таки не сказка, это такая приключенческая подростковая фантастика. Все, дальше не буду рассказывать, потому что и тут, конечно, возникают и вездесущие девчонки, и сующий нос не в свое дело. И, ну, по мнению мальчишек, конечно. Ну, и ученые там появляются, и искусственный интеллект появляется, и даже родители, за которых дела приходится делать дела новому поколению. То есть, то, что когда-то родители не исполнили, приходится делать нынешним ребятам. И это довольно неожиданный, кстати, поворот событий. И даже бутылочная ракета сыграет свою роль в конечном счете. Вообще, автор манги, вот, Татсуэ Имаи, он сам по себе очень интересуется развитием искусственного интеллекта, поэтому, наверное, очень знаково, что аниме под названием «Наш рассвет» вышло аккуратно к рассвету нового витка развития искусственного интеллекта, который мы сейчас наблюдаем. Ну, он даже давал по этому поводу интервью в журналах в последнее время, там вот есть. Но они, к сожалению, под японским паеволом, я его пробить не смогу, тем более он на японском. Но он там прямо про тему развития искусственного интеллекта его очень интересует. Адаптировал мангу, собственно, от 11-летней давности под фильм, ну, еще раз 12, потому что 2011 год. То есть написал сценарий сам, между прочим, Дай Исато, который написал «Ковбой Бибоп», «Эргопрок», «Севрику 7», «Волчий дождь». Вот он справа тут как раз обнимает мангу, вот она пониже. А слева в темных очках режиссер Тамаюки Куракава, а вот Дай Исато, он поменьше чуть-чуть, просто не по величию, а по росту. Да, сама манга небольшая, на самом деле, всего два томика. Она вышла вот в 2011 году, там, по-моему, с февраля по октябрь она выходила в журнале, потом вышли два тома. То есть он там где-то, по-моему, 10 глав плюс одна бонусная. У манги, кстати, есть очень любопытная деталь, она необычная, как-то сказать, вот есть тактильная вещь, а это звуковая вещь. Вот если присмотреться, тут безумное количество звуковых эффектов. Частично тут в английском издании они перерисованы, кстати, в прошлом году вышло английское издание манги, а частично остальные. То есть вот эти жужжания цикад, потому что лето, вот это все, все вот эти звуки в огромных количествах, они тут все детальки озвучены, прямо вот непрерывно. Это прямо такая интереснейшая деталь, вот именно в мангаке фишка. Кроме этой манги, кстати, у Имаи есть еще самая вот первозаветная вещь, называлась хакс. Вот хакс, такое странное слово, как хаки. Ну, хак, да, хакеры. Хакс. Ну, на самом деле, происхождение слова еще более странное. Это, между прочим, прошкольный клуб любителей анимации. Ну, собственно, вот это странное слово, хакс, это сокращение от, вот, есть вот индонезийское, по-моему, издание, вот, хакс. Хиномедай High School Animation Club, то есть старшая школа Хиномедай, клуб анимации. Даже в начале главный героинь-то не знает, что это за слово такое, собственно, начинает выяснять, что за клуб хакс, что они делают-то. Да, и, в общем, 4 томика, 24 главы, и оно прямо вот чем-то очень напоминает «Руки прочь от кинокружка» про фанатов аниме, которые сами начинают его рисовать. То есть такая вот вещь любопытная у этого художника есть. Вот, ее не экранизировали, к сожалению. Кстати, у девочки в руках вот этот дырокол для целлов, помните, целло, для бумажек, там, вот эти вот три пробитых кружочка, даже не кружочки там, проедольные. Вот у нее как раз дырокольчик для аниматора. А сейчас, кстати, Имай рисует, продолжает рисовать мангу под названием «Алиса и дзороку». Это уже больше 10 лет, кстати, последний вот этим занимается. Это про то, как девочка, которая сбежала от организации, изучающей экстрасенсов, там, какая-то злая, коварная организация, поселяется на Синдзюку у дедушки дзороку, собственно. Но, кстати, Алиса, которая вот название, это не вот эта девочка, девочку зовут Сана. А Алиса, это, собственно, название этой самой коварной организации. И, кстати, в 2017 году от Джесси Став была экранизация этой вещи, и вот сейчас уже вышло 12 томов. Так что, ну и несколько заметок по ходу фильма, так сказать. Можно тут даже включить мультур архитектурный. Дашь заставку или не дашь? Давай. Это он? Мультур архитектурный? Да, да. Просто хотел как раз по этой части отметить. Во-первых, очень странно, что в 2049 году все еще стоят данчи, и в них живут люди. Дело в том, что район, кстати, вполне реально существовавший, находится в Асагае. Это 15 минут от Синзику на электричке, район как раз называется Сугинами. Наверное, многие слышали, потому что половина аниме-студии, адрес Сугинами как раз, наверное. Прямо у станции, кстати, Асагае находится вообще студия Триггер сидит, прямо вот в небоскребе у станции. Кстати, отличный для жилья район. Рядом с ним, кстати, автор сам жил с 2009 года. Собственно, их, эти места в манге и нарисовал, и они хорошо очень в манге видны. И теперь и в аниме, кстати, вполне существовавшие, назывался этот район как раз резиденция Асагае, Асагае-Дзютаку. И даже места в манге очень узнаваемые. То есть прямо вот, включая вот эту вот наборную башню в виде бутылки, вот эту как раз, да, это прямо вот такое очень характерное место. Я, кстати, в свое время, когда вот смотрел карты Японии, очень долго ломал голову, что за трубы у них среди старых домов стоят. Я думаю, ну, на радиовышки не похоже, на какие-нибудь пожарные тоже не похоже, на какие-нибудь, может быть, теплостанции, какие-нибудь там теплосети. Водонапорная башня? Да, это водонапорки, оказывается. Они вот такой странной формы были. Иногда просто прямые. Ну, очень много, где остались дальше, там рядом всегда вот такие вот напорочки локальные. Это такая очень характерная примета систем строительства тех лет. Вот, только вот дело в том, что... Ну-ка, счетчик на кране меня очень радует. Вот электрон. Да, то есть кран такой из 50-х годов того века. Дело в том, что вот этот район, вот настоящие фотки, снесли уже в 2013 году. И Авман, то есть теперь сейчас там этот район называется Прауд-Сити Осагая, гордый город Осагая. Вот прямо на этом месте находится новый жилой район. Кстати, безумно напоминающий старый жилой район, между прочим. То есть он так в стилистике сохранился. Вот как это выглядело когда-то, в начале, когда его построили. Он, кстати, построили еще в 58-м году. И Авманге он почему-то жилой и в 2038-м, и в аниме, которое снято позже на 11 лет. То есть они все даты в манге, после манги сдвинули на аниме настолько же, чтобы предыдущий прилет кометы попал на наше время. То есть в 2011 год это в манге комета первый раз прилетала, в 2022 в аниме. И район стоит еще и в 2049-м, получается, что почти нереально, потому что ему будет уже почти 100 лет в том моменту. То есть он построен когда и наше в 58-м году. Получается, что домиком уже почти 100 лет в этот момент. Тут, конечно, можно порассуждать, что это, видимо, потерянное десятилетие. То есть экономическая стагнация Японии после 2000 года протянулась еще на 30-летие в будущее. Но это уж очень страшно до середины века. Так что лучше считать, что это такой художественный прием, который показывает смену поколений. Ну и это важный момент в аниме, что вот эта передача от родителей к детям как бы не долга, не службы, а важного дела, назовем это так. А еще удивительный, конечно, момент, что полуметражный фильм про Данчи, вот этот, японские хрущевки, вышел просто встык с другим полуметражным фильмом про хрущевки Данчи. «Плавучий дом» Хироясу Исиды, вы сегодня уже вспоминали. Да, ну потому что «Плавучий дом» вышел 16 сентября 2022 года на Нетфликсе. 16 сентября 2022 года, совсем полгода назад. А «Наш рассвет» вышел 21 октября 2022 года, то есть через месяц. Через месяц они выпустили еще один фильм про Данчи, тоже приключенческий, тоже про подростков. Как? Зачем? Вот так все совпадает. Да, и главное, если их сравнивать, то, конечно, более простая такая вещь, Томаюки Куракавы, она выглядит бледно на фоне вот этого эпического плавучего дома Исиды. Это прямо вот, я о нем рассказывал, он прямо вот могучий фильм получился. Он как раз достойный кинопроката. По-моему, в Японии, кстати, прокат киношный был у него, я не помню точно. Кстати, там за основу взят в Плавучем другой район с Данчи. Извините за количество Данчи, ну как еще хрущевки называть в японске? Да, то есть это вот многоквартирные дома, первые в Японии, послевоенные. Дело в том, что этот район стоял в 10 километрах где-то от Сагаи, то есть назывался Хибари-Гаока, его тоже уже снесли давно. Вот, кстати, я, кстати, километр в 10 написал, а потом полез на карту смотреть и выяснилось, что ровненько 9,8 километра между ними. То есть глазомер прям отработает у меня, это хорошо. Ровно 10 километров между тем фильмом и этим событием. То есть там прямо вот узнаваемые места для тех, кто там жил 10 лет назад. Сейчас уже все изменилось. Так вот, режиссер Куракала, вот такой крутой, с светлым чубчиком, в темных очках, он много где работал аниматором-постановщиком, а как и у режиссера, у него довольно странный послужной список. У него вот детектив-экстрасенс Якума 2010 года, смертоносная принцесса 2007-го, там 6 авашек вышло, и Академия Драгонар, которая вообще откровенно фансервисная, в 2014-м сериал был. То есть у него такой вот странный послужной список с точки зрения кино. Но вот если посмотреть вот на этот фильм, как он сейчас вот вышел наконец на носителях, в отрыве от конкурентов, то есть вот не встыкалось лучше всего смотреть «Славучим домом», потому что после «Славучего дома» уже ничего хорошо не смотрится, он слишком крутой был. То вот если сейчас вот прошло полгода, все как бы повыстрелось, успокоился, этот фильм очень неплохо, потому что он такая добротная, подростковая, ну вот надо смотреть на возраст главных героев, это совершенно такая подростковая фантастика с летними приключениями, с космосом, с хорошим посылом и довольно логичная. То есть там роботы, приключения, дружба, вражда, родители, школа, все как полагается. Особенно, кстати, исполнители главных героев, главных ролей. Еще очень интересно, что если учитывать, что тут художникам-постановщикам, наверное, уже обратили внимание на достаточно нестандартный такой рисунок, непривычный, вынимая, это выступил довольно-таки известный, замечательный Помодороса, с которым, между прочим, на Атаку.ру есть очень хорошее интервью. Есть. С 2015 года, да, прямо офигенный художник. И музыкант. Да, он еще и музыкант. Тут у него даже русские мотивы там проскакивают иногда, и не только. Вот, кстати, Данчи у него тут есть эти. И вот этот замечательный рисунок с полицией. И вот у него не очень много аниме, как ни странно, хотя художник он совершенно шикарный. У него-то еще, кроме этого, с его дизайном персонажей есть только сериал «Листы над слушателем». Но он какой-то не очень удачный, сам по себе получился. То есть он как бы... Есть такой жанр, когда очень такая... Мы сделаем сейчас крутой сериал про каких-то крутых персонажей, там все будет очень круто. Получается пшик. Как-то вот так. И вот с Листовым, к сожалению, так получилось. По-моему, надо, кстати, пересмотреть. Может, он теперь получше будет смотреть. Но там тоже были его дизайны, они такие очень узнаваемые. Вообще, из-за этого, кстати, картинка в нем это довольно выглядит непривычно и так занятно, как будто арт Спиксива того самого отжил. И еще, конечно, что еще можно сказать про этот фильм? Это про такой личный очень странный момент. Вот для меня, как зрителя, как человека, я говорил уже, что в жизни совпадения происходят чаще, чем в художественной литературе. Потому что если ты напишешь там, что вот, а тут внезапно вот это вышло, а тут прямо вот это произошло, никто не поверит, что так вот часто выпадает все это. А в жизни оно так и случается, потому что, ну как это могло быть? Фильм про Данчи, номер 30, и детей в нем выросших, я смотрел, сидя в Данче номер 30, и где я вырос, ты понимаешь? Это я не знаю, как это вот... Хрущевочка. Да, да, номер 30, понимаешь, точно тот же номер, прямо вот... Причем вот тут вот такая размашистая надпись 30 краской, да? Тут, кстати, она даже плиточкой выложена, у нас краской писали. Когда-то в детстве, я помню, на моем доме была такая размашистая надпись 30, сейчас уже заменили на стандартные таблички, но, в общем, это вот моя родная хрущевка, да, и просто это прямо вот совершенно неожиданное совпадение, и я так... Да еще только в жизни такие бывают, в кино такое не работает, как говорится. То есть, когда говорят, ну, это невозможно, вот, пожалуйста, прямо у себя на глазах, прямо сейчас, что называется. И поэтому у меня такой... Я уже не могу к ним плохо относиться, в общем, получается. Он тоже такой немножко ностальгичный. Так что, наверное, 8 бутылочных ракет из 10 за полет фантазии, который очень похож на вот те приключения, которые выдумываешь себе в детстве, наверное. И еще, кстати, маленькая деталька такая, бонус-трек такой, как и в «Сцена после титров», что называется. Полистайте мангу, потому что она довольно хорошо совпадает сюжетно с фильмом, но стиль рисунка у художника явно другой. Тут хорошо видно, да? Куда-то нажал, и все исчезло, извините, сейчас. Ой, какой у тебя интересный кадр возник. Да, ну, это же из этих, из искусственных интеллектов. Как обычно, выдавил не ту кнопку. Вот, художник очень классный, интересный стиль такой, бодрый очень. Так вот, и ради этого посмотреть мангу, она хорошо прямо нарисована. Но у нее в манге есть то, чего нет в аниме. Это такая, как бы, сцена после титров, как уже сказал, такая бонусная несколько страничек, и там событие происходит в 2066 году, то есть в 2077 по времени фильма, если уж все сдвигать на 11 лет. И это совершенно неожиданный поворот сюжета, который там происходит. И это прямо очень... В общем, ты видишь перспективу, что будет дальше. Это прямо очень хорошо, это прямо сильный ход этого художника. И, кстати, есть еще... Это постер района Сугинами. Ну, там прямо вот у них BokranUyokie.com, да? И Сугинами-сити. Говорит, смотрите, идите в кино, говорит, про наш район в кино сняли. Прямо вот так вот они говорят, ура! То есть все в кино прямо приглашают. Прямо там вот знаменитый логотип Сугинамовский. Аскот и Монако из фильма. В общем, вот такой вот детский подростковый фильм. Но, кстати, достаточно интересным посылом и логикой, который как бы нормально смотрится и для взрослого. То есть там хорошо объясняется. Человек реально интересуется всем этим искусственным интеллектом и всеми событиями. Так что, в принципе, ему веришь. Как что это не то, что могло быть. Но такой вариант событий не исключен. То есть вот этого нет подавления неверия. Ну, могло случиться такое, что называется. В общем, хорошее кино. Называется «Наш рассвет» «Бокорану Йоке» Английское «Break of Down». По-моему, пока русского перевода официально нет никакого. Ну, кроме совсем уж пиратских. Потому что фильм только-только вышел. И, по-моему, я не уверен. Но, по-моему, на стримингах его нет. Я не уверен, правда. Не проверял последний момент. Так что вот рекомендую. Мне очень понравилось. Не самый гениальный фильм на свете. Прямо супер-пупер. Но очень хороший. Спасибо. Да, интересно, как тема пятиэтажек преломляется в аниме. Мне кажется, если бы мы были академистами, мы бы уже, наверное, какую-нибудь диссертацию на эту тему написали. А в Японии же есть исследователь пятиэтажек. У него действительно есть диссертация на эту тему. Я думаю, в России есть исследователь пятиэтажек. Да, я как раз интервью с ним был как раз по поводу плавучего дома. Даже у Евгения Пищикова была книга «Пятиэтажная Россия», между прочим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»